Продолжение следует... Ну, а дальше разные занятия. Работал в школе, потом занимался детским туризмом. Ну, а потом по прихоти судьбы оказался вовлеченным в звукозаписывающий бизнес. Как это произошло? 1903 года у нас студия Пифагор. Продолжение следует... По заказу консерватории сделали несколько реставраций архивных записей. Ну, потом это как-то все поникло и перестало быть... Ну, у нас никогда не было коммерчески интересно, но просто через два года выяснилось, что это просто ничего. Ну, и встал выбор либо продавать оборудование и как бы уходить, либо искать какие-нибудь новые ниши. Ну, и тут было знакомство с моим партнером Леонидом Драгилевым, который работал звукорежиссером на российском телевидении. И через него мы попали на российское телевидение и с 93-го года стали по договорам дублировать там... Мы должны дублировать, Закадр сначала был, а потом и дубляж, в первую очередь, диснеевских мультфильмов. Вот первое, первое, что было сделано на нашей студии, это был Комиссар Мегре, Закадр был такой сериал, несколько серий, а потом пошли диснеевские мультфильмы. Это продолжение Утиных историй, ну и там дальше пошла Русалочка, потом Бункерс, Чокнутый и так далее. Ты сам понимаешь, что ты сделал? Да, поэтому я надеюсь только на то, что вы великолепный стрелок, и я недолго буду мучить. Нет, ты создал спрос на продукт до появления самого продукта. Извините. За что извинить? Я срочно нанимаю винта разболтайла, и тот придумывает стимулятор, и мы раскручиваем бизнес. Вы не против, господин вице-президент? Неужели я вице-президент по новым товарам? Чокнутый! Чокнутый! Тише, господа, тише. Он очень занят, у него нет времени... Заткнись, у меня всегда есть время для моих поклонников. Немного, но есть. Привет, привет, спасибо вам, что пришли. Я вас всех очень люблю и обожаю. А теперь я должен бежать. Пока! Люблю, обожаю, прижимаю, уезжаю. Ну, она не крупная, вот, Даббинг Бразерс, там, во Франции, вот, там, это крупная, там, 20 ателье и так далее. Нет, она действительно не крупная, работает у нас порядка 25 человек в штате. Да никакого такого особого руководства, честно сказать, нету, потому что собрались люди сами по себе ответственные, сами по себе интересные. У нас очень низкая текучка, слава богу, то есть большинство наших звукорежиссёров у нас работают, продолжают работать те, с которыми мы начинали в 93-м году. То есть прибавляется, приходит новое. Административный состав координатора тоже работает по 10 лет, по 8 лет и так далее. Ну, люди от нас, как правило, не уходят. Поэтому каких-то особых сложностей, в плане руководства, каких-то потребностей руководства, слава богу, нет, скажем так. Ну, вы понимаете, да, что интересоваться качеством конечного результата, не интересуясь процессом, это вещь такая странная. Ну, тем не менее распространённая, по собственному опыту знаю. Ну, это значит, что люди, которые говорят, да мне всё равно, как вы сделаете, я хочу прийти и увидеть конечный продукт, и чтобы он меня устраивал. Именно так. Да, но это немножечко другое. Дело в том, что качество и вкусовщина, то есть нравятся конкретно вам, конкретному человеку, там, начальнику, это разные вещи. Потому что у нас есть очень много начальников, которым нравится то, что не является качественным. Есть разные люди, которые, в принципе, не могут отличить качественные от некачественного, у них разные стандарты и так далее. И зависит от цели. К сожалению, мы работаем с продуктом, который по своей сути, по своей задаче является коммерческим. Коммерческим. Знаете, как с рекламой бывает? Люди снимают блестящий рекламный ролик, который абсолютно не приводит к тому результату, для которого он был задуман. Да, он не увеличивает продажи. По одной простой причине. Люди в восторге от ролика, но они напрочь не могут вспомнить, что он рекламирует этот ролик. Понимаете? Вот как было и буквально, почему говорю, потому что на меня это производит впечатление. Они сейчас по российскому телевидению крутят совершенно роскошный ролик. Я его шесть раз посмотрел, потом специально обратил внимание, что это семечки какие-то там, этот сникер с семечками. Специально обратил внимание, потому что первые пять раз я не видел. Если вы помните, если вы знаете, это где африканская деревня переводит... Да, 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 африканцы поют русскую народную песню. Поют поездить, да, русскую свадебную песню, а за что я его люблю, Ивана, и так далее. Так вот, опять-таки, та же самая ситуация. Качественные, в данном случае, если считать качеством исполнения коммерческой задачи, то тогда это одни требования. Если как-то по гамбургскому счету, то это другое. Значит, отключаю это ваш вопрос. Я с техникой интересуюсь, но ничего не понимаю. В этом никаких особых усилий для того, чтобы как-то понять, разобраться и въехать в форматы, в биты и так далее. Честно скажу, не предпринимал, потому что вот мой партнер, технический директор, блестящий технический специалист, я думаю, что, наверное, один из лучших здесь у нас в стране сейчас и в этой сфере, во всяком случае, и его вполне хватает, и я ему полностью доверяю, и он этим занимается. Творческая сторона меня интересует не как директора студии, честно скажу, хотя мне неприятно, когда нас ругают, естественно, а мне просто как гуманитария. Ну, я так жизнь сложилась, что я общался с иностранными языками, что я общался с литературой, я иногда перевожу сам. И поэтому меня вот интересует этот процесс вот, ну, как человек, скажем так. Вот, не как административного работника. Я вспоминаю, я это ученый, он это я, первый это канцлер, седьмая моя жена, наши дети, мы, это они. Эй, эй, железяка ржавая, а ну-ка, ну-ка справься со мной. Ай! Дождь, он сидит, что ли? Слышно, как там интересно. Ага. Надежда, а тебе только сидя будешь? Да нет, можно сидя. А то уже, не, стоя, стоя. Микрофон-то надо переставлять, если сидя. Я понял, понял, понял. Здесь great circle, my dear cousin. Ну, у нас тоже тихо есть. Да? Кими и самаяки. Не то, что тихо, но по-шпионски. Сейчас? Потому что при этом... Сейчас! Сейчас! Да, этот же злодей тут. Сейчас! Поэтому я такой... Да! Да! Ага. А вот это чуть попозже, Андрей. И там первые, то есть такие... Вот с чего бы начать, то есть как бы... А? Так, 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 так. Ненавижу такие подъемы. Опять мы даже не успели позавтракать. Да, но сначала ко мне заскочим. Ладно? Да, только управлять безумно трудно. Она летит, эээ, куда хочет. И явно не хочет в мою деревню. Безобразие. Бля! Бля! Дублик? Да. Хорошо. Погромче надо? Ну да. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет! Так? Нормально? Если двух не в себя, вот не это. Нет! А, ладно. Нет! Один камень в округе, и прямо в него. А, это ты, Артур. Я знаю. Выходи. Я принесу весь мешок. Фильм снимается ровно так, как вы снимаете, как мы дублируем. Вы же понимаете, да? Угу. Она смотрит на него, это отдельный кадр, она его совершенно не видит, потому что она смотрит в камеру. Да, при этом она что-то говорит, это не записывается в этой стране и не записывалось никогда, потому что мы вульгарно не можем обеспечить тишину на съемочной площадке. Это другой разговор, да? Потом снимают его, который на нее смотрит, а он на нее не смотрит, и это не в этот день, и так далее, и так далее, да? Поэтому сказать, из-за этого, тем не менее, получаются замечательные фильмы. Все зависит от профессионализма, от таланта, от таланта режиссера, от таланта актера, и так далее. Поэтому я бы не стал противопоставлять хороший дубляж старый со слабым, средним, плохим дубляжом сейчас, и к тому же еще его и сводить, или перекладывать ответственность за это на технические нововведения. Время. Самое главное. Время. Ну, помимо, условно говоря, таланта. Хотя, должен вам сказать, что время больше, чем талант. В каком смысле? Вот мы писали этот один мультфильм, и у нас была утвержденная актриса, звезда, очень приятная молодая женщина, ну, которую утвердили на роль, которая к ней никак, ну, к ней никак, хоть по внутренним характеристикам никак не ввязалась. По 165 дублей одного предложения в мульте мы делали. Значит, при необходимости можно сделать и 365 дублей, понимаете? Значит, из 365 дублей можно найти тот один, который окажется шедевром. Или из 1152 дублей. Это совершенно, это неважно. И зритель, придя в зал, и услышав этот единственный дубль, он скажет, это гениально, или, во всяком случае, на него это произведет впечатление. Вот, собственно, и все. А есть ли возможность писать такое количество дублей? Так, а здесь мы уже идем, мы уже идем с другой стороны. Мы, потому что мы подходим с вами к коммерческому продукту. Да. Леонардо да Винчи, который писал, сейчас совру, но идея правильная, который писал Джоконду там пол своей жизни. И вот мы ходим, а представьте себе, что она была бы ему заказана. Какой бы заказчик стал бы ждать 50 лет, 30, 40 лет до исполнения заказа? Вот вам ответ на вопрос. Поэтому вот то, что вы сейчас меня спрашиваете, это искусственное противопоставление. Просто мы имеем дело с коммерческим продуктом в Советском Союзе, поскольку не было, экономика была выдуманная, то есть экономики не было, да, все были рабы, в них изымалось то, что они производили, им платилось то, чтобы они не умерли с голоду. Эти деньги могли тратиться на двухмесячные дубляжи, на БАМ, на полеты в космос, на ракеты, на все, на помощь революционным режимам и повстанцам во всем мире, на все, что угодно. Дело денег. Мы сейчас, к сожалению, не имеем возможности так же тщательно, так же трепетно работать вот в этом направлении. Но, справедливости ради, надо сказать, что сейчас были у нас несколько случаев, несколько фильмов, не знаю, Ярослав Георгиевна говорил вам об этом или нет, когда от нас требовали, чтобы актеры писали в диалоге. Два актера в одной студии с микрофоном в диалоге. При этом, ну там разные варианты, причем писали от, скажем, одного актера, допустим, а брали кого-то ему на замену, вот как спарринг-партнер, да? Человек, который с ним беседует, подает реплики, чтобы это было живее. Они тоже обращают на это внимание, что, конечно, разговор с микрофоном, он не всегда такой живой. Вот. Но экономически вы понимаете, что вернуться к тому дубляжу, который был, к той технологии, это абсолютно разорительно. Да, это все равно, что сейчас, я не знаю, ваши автомобили или наши собирать там вручную, отливать, вручную делать формы и так далее. Ну, это только на постсоветском пространстве принято интересоваться и разглашать заработки. Значит, вот представьте себе, что у меня есть клиент, который платит за дубляж 80 тысяч долларов, и клиент, который просит сделать дубляж за 6. Есть. Разбросы большие. Если вы захотите пригласить актера, допустим, писать игру компьютерную, да, то он будет стоить примерно 100 долларов в час. Но люди приходят сюда и стоят 2-3 часа за микрофоном и пишут эпизод за гораздо меньшие деньги, если им это интересно, и они получают это в удовольствие, либо им это нужно. Звезды приходят за безумные гонорары, приходят бесплатно, как практически Дебров, например, отработал в «Миллионере струщоб», если вы смотрели. Я не могу сказать. Ставки звукорежиссеров тоже разные. Они у нас тарифицированы в зависимости от того, что человек может делать. У нас все звукорежиссеры с высшим музыкальным образованием, но просто специализируются. Да, есть люди, которые, допустим, в основном пишут или в основном занимаются редактированием, медитингом. Есть те, кто в основном сводит. Вообще на Западе микшер, миксинг инженер – это отдельная профессия. Опять-таки тоже разброс в общем раз. То есть у вас, допустим, на дубляже одного фильма работает несколько звукоинженеров, и каждый отвечает за свой какой-то сектор работы. Мы, правда, учитывая, что у нас уровень примерно одинаковый, я имею в виду качество людей, которые у нас работают, конечно, нам экономически выгодно, чтобы тот человек, который писал в студии, потом… Он же все это и… Эдитинг. Понятно, да? Потому что он помнит, где что, где какие дубли, ну, где был какой косяк, откуда что-то можно, так сказать, подворовать и так далее, и так далее. Ну, я имею в виду взять из одного дубля, но все это руками делается. Чем приходит человек, который не был в курсе этого процесса, ему нужно объяснять, нужно передавать какую-то документацию и так далее. Ну, это чистая экономика, если честно. Я вам скажу, о чем я думаю. Я думаю, как сформулировать, как сформулировать, в общем, очевидную, очевидную вещь. Мы не занимаемся обучением. Мы не имеем такой возможности, потому что у нас нет свободных площадей, свободного оборудования, свободных людей, которые не только, так сказать, там, условно хотят, а в принципе могут, да, человек может быть прекрасным специалистом и никаким педагогом. Поэтому использовать человека, который требует к себе повышенного внимания, которому нужно объяснять, которого нужно учить, это дополнительная нагрузка, в первую очередь, на клиента. Поэтому мы предлагаем, когда мы ищем человека, если честно, мы как бы не ищем, а не есть. Когда мы предлагаем им прийти и работать у нас, то подразумевается, что он приходит и мы его знакомим только с организацией пространства внутреннего компьютерного. Да, он должен знать, что вот там видеофайлы у нас лежат на одном сервере, аудиофайлы на другом сервере. Вот так это коммутируется, вот так мы здесь пишем, поскольку в разных студиях разные микрофоны и так далее. Это абсолютно, как вам сказать, это информация, которая должна ложиться уже на абсолютно подготовленную почву. Значит, человеку, который сам заинтересовался, который многое сам раскопал и так далее, мы можем ему порекомендовать. Ему будет легче, скажем так, ему будет легче учиться там, где этому учат. Скажем, он может пойти на заочный, условно говоря, потому что он уже очень много знает, ему не надо это все трогать руками, он себе представляет. Он может чему-то научиться сам, получить, так сказать, образование и так далее. Это что касается профессионального уровня. Но учитывая, что маленькая студия, очень маленькая студия, и студиуди у нас работают буквально десятки, ну, не десятки, но десяток лет, у нас очень маленькая текучка. Да, у нас очень большие требования к человеческим качествам, поскольку у нас не конвейер. Понимаете, мы не можем, этим мы, наверное, отличаемся, может быть, от других, от более крупных или по-другому устроенных компаний. Здесь человеческий фактор. Есть режиссеры, которые не хотят работать с какими-то конкретными звукорежиссерами, потому что у них нету, нет контакта. У нас бывает ситуация, когда нужно человека подменить в неурочное время. То есть отношения у нас достаточно, ну, такие неформальные, хорошие, дружеские. Если человек в общежитии, да, он не, так сказать, неприятен, неконтактен, он не может себя переломить, то он у нас не приживается, вне зависимости от профессиональных своих качеств и навыков. Опять задумался по тому, что вы ставите вопрос, ну, условно говоря, из прошлого века. Почему из прошлого века? Так вот, переписываясь с Сергеем, общаясь со многими другими людьми, я слышал и постоянно слышу высочайшие оценки советского дубляжа, скептические оценки современного дубляжа. При этом они не учитывают очень интересную, не интересную, а очень важный фактор. Когда мы в 1975 году приходили в кинотеатр, смотрели какой-нибудь фильм с Финессом или еще с кем-то, вы поймите, что никакого другого источника звука, кроме дублированного, в нашем распоряжении не было. И сравнить. А как говорит там Жан Морре? А как говорит Луи де Финесс? Для меня Луи де Финесс это Кеннигсон, допустим. И все. И услышав кого-то другого, потом это бьет мне по ушам. Может быть, имея возможность одним нажатием кнопки услышать, как Луи де Финесс говорит по-французски, может быть, я не был бы в таком восторге. Не было такой возможности. Сейчас, откровенно могу сказать, те фильмы, которые я могу слушать в оригинале, их не так много, это английский, французский, испанский и немецкий, я предпочитаю слушать и смотреть в оригинале. Я обожаю Альма-Довара в оригинале, на испанском. Поэтому, да, но китайский я не буду смотреть в оригинале и читать субтитры. Во-первых, чтение субтитров, с моей точки зрения, не приспособлено для однократного просмотра. То есть, по мне, надо посмотреть фильм, прочитать субтитры, потом выключить субтитры и смотреть фильм на языке оригинала. И, как правило, ты помнишь все, что они говорили. Но это нормально, поскольку никаких сложных построений нет. Второе субтитрирование связано с некими, с моей точки зрения, криминальными ситуациями. Так, я посмотрел несколько лет назад в кинотеатре чудесный фильм. Ну, по моей точке зрения, нет вестей от Бога, Альма-Доваровский. И он был субтитрирован, ну, поскольку он как бы не кассовый. И если вы смотрели этот фильм и помните, то там часть фильма, примерно 30%, это виртуальный этот рай, который создал Альма-Довара, это Париж 50-х годов. Сфани Ордан, черно-белый. И вот когда по черно-белой картинке внизу белые титры, можете себе представить, какое было удовольствие. Ну, я как бы слушал. А люди, которые не понимали, это просто не было возможно ничего разобрать. Плюс кастрируется текст, конечно. Сильно, потому что субтитрирование, как вы знаете, там чисто технические ограничения по количеству знаков, плюс время и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что для нашей страны, несмотря на то, что вся Скандинавия с субтитрами живет, для нашей страны это вообще не вариант. Его принимать во внимание вообще не стоит. Что касается закадра, различные варианты. Возможно ли это, так сказать, возможно ли это, имеет ли это право на существование? Я считаю, что имеет. В первую очередь, конечно, для документального кино. Обязательно. И для авторского кино. Там, где очень сильно, где большой, большой удельный вес, вот не сюжета, а харизмы исполнителя. Этот вариант. И третий вариант, когда там такой текст, что при укладывании его в губы, он обязательно многое потеряет. В силу специфики русского языка, его длины и так далее. Есть, при этом, есть катастрофическая ситуация. Например, опять-таки, недавно посмотрел нефритового скорпиона, сделанного в закадре. Ну, там, наверное, неплохая актриса, сама по себе, которую я читала, но так подобран тембр голоса, что вот просмотр этого фильма, он вызывал исключительно отрицательные эмоции. То есть, для меня был фильм испорчен. Именно. Именно вот, даже не текстом, а вот тем, как это, тембром закадрового голоса. В этом отношении дубляж, я считаю, более щадящий по отношению к зрителю, тогда, когда он качественный. А отвечая непосредственно на ваш вопрос, это разные виды одной и той же задачи. Локали, донести, перенести материал с одного языка на другой. Разные виды. Они все имеют право на существование. Они как в каждом, в любом другом виде искусства. Все. Я имел счастье оживить в памяти это воспоминание. Значит, нам дали работу делать, сейчас я вам скажу, ну, русалочку. Для Дисней Классикс мы выпускаем DVD, если вы знаете. И, в общем, очень гордимся этой работой. Ярослава Георгиевна наверняка упоминала, и Мэри Поппинс, и другие фильмы. Вот, просто нам дали эту работу русалочку, и не прислали еще материал. И мы хотели побыстрее начать работать, и я раскопал 90-го года. Вот эту вот самую кассету, которую я с восторгом показывал своим детям, и которые мы смотрели много-много раз. Там я первый раз из Америки привез этот видеомоннитофон с цветным телевизором в 90-м году и так далее. Я помню, что мы это смотрели десятки раз. И вот я включил у себя здесь в кабинете. Это ужасно. Это ужасно, потому что ничего не слышно. Не слышно ни игры актеров, ни музыки, ни песни, ни кто говорит. Ну, то есть, в общем, катастрофа. И пользоваться этим, в общем, никак и нельзя. Я считаю, что слава Богу, что у нас уже изменились уши. Вы понимаете, мы очень недешевая студия. Сильно недешевая студия. А если, наверное, самая недешевая студия. Тем не менее, к нам приходят заказчики, тем не менее, платят деньги. по одной простой причине, что уши у людей изменились. Они приходят, вот вы возьмите там, условно, дубляжи 90-х, послушайте, в зале и так далее, и вы увидите, что то, что нормально, с восторгом воспринималось тогда, сейчас, это примерно так же, как я смотрю старые американские фильмы, они едут на машине, я слышу, как гудят стены, в которых они разговаривают, или наши советские военные фильмы, и вот они где-то, значит, стоят в чистом поле, и ты слышишь, как отовсюду от стен отражается. В 70-е, в 65-м году в пионерском лагере, до меня это совершенно, я и слыхом этого не слышал, вот они разговаривают, и едут, они на машине, он, значит, рулем здесь, это самое, крутят тут сосны, там, какие-то, на кинопленке, на кинопленке, значит, тут же, вроде как они едут, вот и все. Поэтому, о чем сейчас говорить, это, возврата к этому, нету, этот возврат к этому возможен только как к антиквариату. Но некоторые вот из этих переводчиков работают до сих пор, по частым заказам они переводят фильмы, сейчас, естественно, уже на другом техническом уровне, вот. И что, переводят, так мы сейчас, секундочку, мы говорим про технику или про переводы, или про переводы, про то, как переводить данный конкретный человек. Вы меня можете спросить, а какой перевод вам больше нравится Гамлета, Пастернака или Лозинского? или Щепкин и Куперник? Это разные вещи. Это будет один вопрос. Можете меня спросить, нравится ли вам переводы Гаврилова? Нравится. Как он переводил фильм? Это один вопрос. А в принципе, как я к этому отношусь, хороший перевод. Там были потрясающие находки. Вы поймите, как и везде. Ведь это все, то, чем мы занимаемся, это ремесло. В хорошем, серьезном, высоком смысле этого слова. Любой перевод – это ремесло. В какой-то момент это ремесло может превратиться в творчество, когда используется исходник в качестве толчка для создания чего-то нового. Это знают в музыке, это знают в поэзии, какая-то цитатка, а потом из этой цитаты человек на другом языке создает шедевр. «На севере диком стоит одиноко» – это русскоязычный шедевр. А «Вечерний звон», хоть это и перевод, да, «Лябевский вечерний звон», хоть это и перевод с английского, но это, поверьте мне, одно из самых русских произведений, и оно, в общем, гениальное. Вы согласны, и в потрясающем фильме, знаете, каком бег, да? Бом-бом. И тут есть смысл задать вопрос. А задача-то какая вот перед нами стоит? Взять чью-то работу, имеющую автора, имеющую замысел и так далее, и донести замысел этого автора, идею, которую он задумал, до зрителя, разговаривающего на другом языке, или подворовать сюжет, подворовать идею и придумать нечто свое на тему. Это разные задачи. И нельзя сказать, что одно лучше, другое хуже. Просто надо называть все своими именами. Вот, собственно, вот это вот, это вот тому, что я называю авторским переводом, да? Когда человек переводит то, что создатель оригинала не имел в виду. Вот для меня это. Но это не перевод. Это фантазия на тему. Покойный Захадер, извините, вырежете, если я разговариваю. Вот. Да? Он ведь Алиса в стране чудес, для которой есть академический, хрестоматийный, изумительный перевод Нины Михайловны Демуровой, он же еще перевел. А он его пересказал. Все, вы ответили на вопрос. У нас у человека хватило такта, ума, таланта сказать, что это нельзя перевести. Я могу пересказать. И это деликатно, это умно, это замечательно. Хотя я обожаю Демуровский перевод. Я с Ниной Михайловной знаком и, в общем, восхищен той работой, которую она сделала. А там перевод. Опять-таки, где-то пришлось отойти, потому что кальку сделать абсолютно невозможно. Понимаете? И вот, к сожалению, вот все эти битвы, которые сейчас на поле дубляжа происходят, они огромные, они, так сказать, какие-то такие, они вовлекают какие-то эмоции, вплоть до самых каких-то нецивилизованных. Они вызваны вот именно этим. Да? Кто-то отстаивает право на свою собственную фантазию. Почему-то считает, вот как с пророком. Считает, что если там вам показали французских урок, то они обязательно должны говорить на русской фене. А, это вы про пророка, да? Ну, в частности, про пророка. Возможен такой вариант? Возможен. Но я, глядя в фильм «Пророк» про французскую тюрьму, информацию получаю о французской тюрьме. А, наверное, о российской или о русской тюрьме, наверное, надо снять фильм здесь у нас и взять, пригласить русского законника для того, чтобы он дублировал французского или американского мафиози, потому что вот он вроде такой же, только примитивный, самый примитивный ход. Мне кажется, неправильно, потому что если вы ставите нашего и ставите их, вы думаете, боже мой, какие же они все-таки разные. У них какие-то другие все-таки мафиози. Ну и потом, их-то мафиози, наверное, актеры все-таки играют. Это третий, третий аспект. Понимаете, я считаю, что в значительной степени, ну, это коммерция. Понимаете, здесь нельзя бросить упрек. Вот то, что я вам сказал с самого начала. Это коммерческий продукт, из чего надо упаковать и продать. Понимаете, если для упаковки нужна бумажка более яркая, чем то, что находится внутри, да, вы не можете бросить продавцу упрек в этом, потому что у него другая задача. Ему надо, чтобы вы пришли. Вот это вот ровно то же самое. И мы не виноваты, что, и никто не виноват, это наша трагедия, что наши яркие бумажки, я имею в виду люди, которые приносят, ну, якобы, это еще надо доказать. Ярослав Георгий, наверное, 15 на эту тему говорил. Вот. Это еще надо доказать, что они яркие, что они приносят кассу. Тем не менее, ну, мы же не виноваты, что и наши яркие, они по таланту, чем их яркие. Но у нас есть такие, которые по таланту абсолютно адекватны. И когда вы берете нашу звезду, нашего уровня, такого же уровня, как ихний, и получается прекрасно, если не происходит, ну, чисто, так сказать, такого творческого брака, да, когда, вот как я сказал, когда приглашают человека по внутренним своим качествам, по внутренней своей характеристике, не совпадающим, не соответствующим ни образу, ни актрисе, или актеру, который играл в оригинале, и пытаетесь из него что-то выжимать, ну, это просто брак, да, это попытка с негодными средствами. Вот, собственно, и все. Субтитры создавал DimaTorzok